Привет! В эфире Брифинг, программа, в которой мы коротко рассказываем о том, что сегодня обсуждают в США. Меня зовут Варвара Макаревич. Напоминаю, мы выходим в прямом эфире. Пишите нам комментарии, обсуждайте сюжеты вместе с нами. Несмотря на то, что выборы в Конгресс США позади, на политической арене не утихают страсти. Как раз перед выборами президент США Дональд Трамп отметил, что он намерен пересмотреть 14-ю поправку Конституции, которая автоматически предоставляет гражданство тем, кто родился на территории США. Что же это такое и почему это важно? 14-я поправка Конституции, принятая в 1868 году, была принята для того, чтобы предоставить гражданство освобожденным рабам. Однако закон о гражданстве по праву рождения на территории США приобрел свое современное значение после решения Верховного суда по делу американца китайского происхождения. В 1873 году Вон Ким Арк родился в Сан-Франциско в семье китайцев, которые помогали строить трансконтинентальную железную дорогу на западном побережье Соединенных Штатов. В конце 19 века был принят суровый закон, запрещающий эмиграцию в США из Азии. И Вон Ким Арк не смог вернуться в США после путешествия в Китай. Ему просто отказали во въезде в страну. Вон Ким Арк выиграл дело в Верховном суде, и это решение сформировало принцип, по которому все дети, родившиеся в США, вне зависимости от гражданства их родителей, автоматически становятся гражданами. Все, кто родились в США и попадают под юрисдикцию автоматически, становятся гражданами. Если вы находились здесь в момент рождения, даже если у ваших родителей не было необходимых документов, вы все равно попадаете под юрисдикцию США. Сегодня, 120 лет спустя, на волне национализма администрация президента Дональда Трампа снова ставит это право под сомнение. «Это странное чувство. Иногда мы чувствуем, что продвигаемся вперед и легче принимаем различные народы, которые вносят вклад в наше общество. Но сейчас, мне кажется, мы делаем шаг назад». Администрация Трампа, скорее всего, не сможет изменить или игнорировать 14-ю поправку Конституции. Но аппарат продолжает вносить законопроекты, ограничивающие права эмигрантов. Эта неделя, к сожалению, запомнится не только и не столько изменениями в парламенте страны, сколько трагическими событиями. В среду в Калифорнии стрелок убил 12 человек в баре города Таузенд Оукс. На следующий день после трагедии сотни людей пришли на помощь раненым. Массовая стрельба, в результате которой погибло 12 человек, потрясла калифорнийский городок Таузенд Оукс, один из самых спокойных городов США. Сотни людей пришли в четверг, чтобы сдать кровь для пострадавших. Около донорской станции на колесах около католической школы выстрелилась очередь, по меньшей мере, в 400 человек. Все не хотели попасть внутрь, чтобы стать донорами. Сегодня мы здесь, потому что родились и выросли в Таузенд Оукс. И мы хотим внести свой вклад. В том баре были наши друзья. Десять минут назад мы узнали, что один из них погиб. Это ужасно. Это должно прекратиться. И мы должны найти решение. Жестокость нужно остановить. Мы здесь, и мне кажется, это единственное, чем я могу помочь. Очередь растянулась вдоль подъезда к школе и прилегающей улице. Власти города призвали население приходить и сдавать кровь для раненых. И многие откликнулись на этот призыв. Приезд донорской станции был запланирован заранее, независимо от стрельбы. В обычный день приходит около 60 человек. Я думаю, сейчас здесь около 400 человек, может быть больше. Им придется ждать весь день, а передвижная станция уедет в 4 часа дня вместо ранее запланированных 3 часов. И есть большая вероятность, что большинство людей не успеет попасть внутрь. Им придется приехать завтра. Некоторые раздавали в очереди напитки и еду тем, кто планировал отстоять до конца, чтобы выполнить свой долг. В выходные выйдет новый выпуск «Макаревич, Светков, Кофе». Если вы еще не смотрели нашу новую рубрику, советую это сделать. Так вот, в новом выпуске мы будем говорить как раз о массовой стрельбе. Как к таким ситуациям готовят учителей в школах и почему это происходит. Напоминаю, выпуск выйдет в выходные, следите за обновлениями в соцсетях. Кстати, интересно, как выглядел бы профиль Энди Уорхола в фейсбуке, если бы он был жив сегодня. Энди Уорхол – художник, которого можно или любить, или не понимать, но не знать о нем невозможно. В Нью-Йорке открылась выставка культового художника эпохи поп-арта. На ней посетители смогут увидеть его и с непривычной для них стороны. Немногие художники 20 века исследовали и совмещали в искусстве такие темы, как коммерческая культура, знаменитости и медиа, так, как это сделал Энди Уорхол. И впервые с 1989 года в городе, который стал для него родным, пройдет ретроспективы его работ, созданных на протяжении жизни. Выставка расположилась на трех этажах музея Уитни на Манхэттене. Посетители выставки смогут увидеть 350 работ, некоторые из которых были позаимствованы у других музеев и галерей специально для ретроспективы. Экспозиция ни много ни мало пытается осветить весь творческий путь легендарного художника. Центром выставки являются всемирно известные работы – банки с супом Кэмпбелл, Кока-Кола-3, Мао и другие прославленные работы. Выставка показывает начало его творчества, когда Уорхол был иллюстратором в сфере моды. Затем его работы в жанре поп-арт, более революционные, меняющие мировоззрение. Здесь есть и его работы, созданные после 60-х годов, которые часто не воспринимали как нечто важное и интересное. Сообщество арт-критиков их не принимало. Мы попытались показать все творчество художника, насколько это вообще возможно. Эта выставка всеобъемлющая. Действительно, здесь есть и ранний скетч Уорхола, и его менее известные работы. Например, серия, посвященная катастрофам и сверхъестественному. По словам куратора, в 2018 году редкая выставка обходится без политического контекста. И хотя никто не думал о Дональде Трампе во время создания выставки, многие начинают замечать, насколько знаменитости и медиа важны в эпоху Трампа. Возможно, Уорхол все это предвидел. Он был заинтересован в феномене популярности. Уорхол рос в то время, когда радио играло важную роль, затем телевидение. Он изучал культурные явления и развитие различных технологий для распространения информации. Он очень дальновидный художник. Я верю, что художники всегда, очень часто, дальновидны. Они видят то, чего мы не замечаем или о чем даже еще не догадываемся. Выставка продлится до конца марта. Кто-то коллекционирует, чтобы любоваться и выставлять экспонаты в музеях, а кто-то, чтобы потом заработать на этом. Платья королевы Соула уйдут с молотка в Нью-Йорке. Частный коллекционер распродает концертный гардероб Аретте Франклин. Аукционный дом Джулиан Сохшенс объявил о продаже более 30 платьев, в которых выступала королева Соула. Мероприятие организовано буквально через считанные недели после ухода из жизни Аретты Франклин. Мероприятие будет проходить 9 и 10 ноября в Нью-Йорке. Удивительно, но все эти вещи были куплены инвесторам на аукционе в Мичигане в 2011 году, который знал, что в тот день, когда Аретты, к сожалению, больше не будет с нами, ценность этих нарядов увеличится. Так всегда происходит, когда знаменитость уходит из жизни. Новых вещей, связанных с этим человеком, не появляется, а значит, их количество ограничено, и люди хотят плодить чем-то, что связано с жизнью или карьерой знаменитости. Ожидается, что платья будут проданы по цене как минимум 4 тысячи долларов за единицу. Коллекция включает в себя красное платье с блестками, которое для Аретты сделал модельер Арнольд Скази, который известен тем, что одевал первых леди США. Среди них были Мэй Мейзенхаур, Барбара Буш, Хиллари Клинтон и Лора Буш. В платье от Арнольда Скази Аретта выступила в концертном зале Radio City Music Hall в Нью-Йорке. Другие выдающиеся наряды включают в себя вязаный жакет, который был на ней во время награждения национальной медалью США в области искусств президентом Биллом Клинтоном в 1999 году. Королева Соула Аретта Франклин ушла из жизни 16 августа 2018 года. В каждой из трех дней церемонии прощания в ее доме в Детройте Аретта была одета в разные наряды. Спасибо, что были с нами на брифинге. Хороших выходных, я уверена. Мы все их заслужили. Редактор субтитров А.Семкин